Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Торы Талдот. Написано Лед Талдот и было когда Ицхак состарился уже и притупилось зрение глаз его. Он понимает, что может скоро умереть. Почему он так решил? Дело в том, что он знает, что если его родители умерли, то он понимает, что возможно он тоже в такие же года умрет. И наши мудрецы пишут, что человек подозревает, что он может умереть за 5 лет до того, как умер кто-то из родителей, или за 5 лет после того, как умерли родители. Он представляет, что может быть в эти года он умрет. И так он представлял, мы знаем, что Сара прожила 127 лет. И ему было сейчас 123 года. Ицхаку и он понимал, что вот зрение у него уже слабое, он уже не видит. И он решил, что вот-вот может умереть. И он хочет дать благословение своим детям, в данном случае Ицау. Притупилось зрение глаз его и сказал Ицхак Ицау, старшему сыну своему. Вот я состарился уже, не знаю дня моей смерти. А теперь слушай меня, пойди-ка в поле, возьми твои колчаны стрелы и налови мне дичь. И приготовь мне кушанье, которое я люблю. И буду есть, дабы благословила тебя моя душа, прежде смерти моей. И пошел Ицау в поле, чтобы ловить дичь, чтобы принести. Ривка же слышала слова Ицхака, мужа своего. И призвала она Якова, сына своего младшего. И сказала, вот я слышала, как отец твой говорил Ицау, брату твоему. Чтобы он пошел в поле, принес дичь, чтобы благословила его душа его. А теперь, сын мой, слушайся голоса матери своей. Пойди-ка в поле и возьми у меня тут двух козлят хороших. И я приготовлю из них кушанье, какое любит отец свой. И он поезд, поезд, благословила тебя душа его. В общем, ситуация такая. Почему Ривка так поступает? Она прекрасно знает, кто такой сын Исаав. Он даже награбленное держит у нее в доме. У нее есть пророчество, что старший будет служить младшему. Ицкак же, слепо верит своему сыну Исааву, что бы он ни делал. Он хорошо относился к отцу, делал вид, что к нему прекрасно относятся. И спрашивал вопросы, как отделить десятину от соли, от соломы. То есть такие вещи умные, задавал такие вопросы. И отец его любил, он сильный человек. У него охота на устах. И слушать никого он не будет. Вот он решил так и все. И очевидно, ничего не удалось сделать. Естественно, он не знал ничего, что Исаав продал первородство. Что он пренебрег первородством. Он ничего об этом не знает. Прошло 48 лет, он ничего об этом не знает. И доказать ему Ривке ничего видно не удавалось. И она решила действовать. Потому что если Ицхак благословит Исаава, своего старшего сына, то тогда сыны Якова будут отданы Исааву в рабы. И она решила поменять судьбу еврейского народа. И Яков же ей сказал «Ведь Исаав, брат мой, человек волосатый, я же человек гладкий, может быть, ощупает меня отец мой, и я стану обманщиком в глазах его, и получу проклятие вместо благословения». Ривка же сказала «На меня проклятие твое сын мой, делай то, что я тебе сказала, только делай так, я тебе сказала». И пошел он, и взял, и принес матери своей. И она приготовила ему кушанье, какое любит отец его. Наши мудрецы спрашивают, такое она имеет право без мужа брать что-то в стаде. И говорят «Нет». Дело в том, что у нее была доля при заключении брачного контракта, что каждый день она может взять два козленка, допустим. Это ее доля. И она приготовила кушанье, какое любит отец его. Шкурки же козлят. Она привязала на шею его, и на гладкую шею его, чтобы Ицхак не узнал его. И пришел Яков к Ицхаку и сказал «Достанет отец мой поезд добычи сына твоего, дабы благословила тебя душа моя». Ицхак же сказал «Кто ты?» Яков говорит «Я, Эйсав первенец твой, там стоит запятая по всей Я, я принес то, что ты сказал, дабы благословила тебя душа моя». Он говорит «Подойди же, я дотрону за тебя сын мой». И он подошел, Ицхак дотронулся до Якова, и руки его были волосатые, и не узнал он его. Кроме того, Ривка одела его в любимое платье Ицава, которое у нее в доме. Это та одежда, которую Ицав забрал у Немрода, когда его убил его. Это одежда, которую Адам одевал, и звери к нему собирались, не боялись. Она потом постепенно попала в ковчег наху, по наследству, и потом она попадает к царю Немроду. И так Немрод доказывал, что он Бог одевал эту одежду. И теперь ей суждено было храниться у Ривки в доме. И теперь она эту одежду одела на своего сына Якова. И когда Яков ощутил запах этой одежды, запах Ан-Эдена, и сказал Ицхак, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Бог. И даст тебе всесильный от росы небес и от туков земли и изолилия хлеба и вина, и будут служить тебе народы и поклоняться тебе племена. Будь владыкой братьям своим и поклоняться тебе сыны матери твоей, благословляющие благословенные, проклинающие тебе проклятые. И было, как только ушел Яков от отца своего, Исавм, сын его пришел с охоты. Так Яков получает благословение Ицхака. И наши мудрецы говорят, было у него благословение и как для праведника Якова, но то, что благословение Яков получил вместо Исава, это материальное благословение. И он говорит, руки, руки Якова, голос Якова, а руки Эйсава. То есть это означает, что как бы духовная часть Якова, а руки это Эйсава. Вот так он сказал, что это материальная часть. Вот материальной частью он должен был благословить Исава, а духовно Якова. Вот так наши мудрецы считают. И как только пришел Исав, искал, достанет отец мой поезд, добыча сына твоего, он говорит, кто ты мой сын? Он говорит, я первенствую Исав. Он говорит, кто же был тот, что принес, ел от всего, что он принес, и благословила его. Говорит, да будет же он благословен. Исав в шоке, пострепетал, Исав трепетом и заплакал. Разве одно у тебя благословение, отец мой? Он говорит, на то ли нарекли ему Яков, что он первородство мое взял, и тебе благословение, и он перехитрил меня дважды. То есть, есть еще перевод слова Яков, как хитрый. Вот так вот. И когда услышал это Исхак, он еще больше благословил своего сына Якова, да будет он благословен. Хотя он говорит, пришел твой брат с обманом, то есть поступило неправильно, но теперь он будет благословен. Исав заплакал, и он говорит, разве одно у тебя благословение, отец мой? И Исхак ему сказал, вот место, в котором будешь ты жить, будешь тучнейшим местом земли, орошаемой росой небесной свыше, и мечом твоим будешь жить, и брату твоему служить, но когда вознегодуешь, свергнешь ты игот его с шеи твоей. И возненавидел Исав Якова за благословение, которое дал ему отец. И антисемитизм начался на земле. А действительно, Исав получил невероятное благословение, все европейские народы получили самые шикарные земли, нет у них недосадка в воде, вот это самые лучшие места земли получил Исав. И материальная часть это его, и никто его не победит в этом мире, в этом мире он будет праведником. Наши мудрители, так получается, мы должны все время от него страдать? Нет, наши мудрители говорят, вы углубляете в сторону, и тогда вам Исав не страшен. Ничего, ничего страшного от его рук не будет вам. вы полностью будете защищены Торой. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха парнасакова, намазал то, что мы это время не грешили, читали Тору, всем все самого наилучшего. Урок был дан за поднятие души Владимир бен Григорий, Бертна бен Эстраэль, Павел бен Ефим, Самуил бен Гершка, Аймалка Бат Йосим, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, за здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Эцхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина перва бот Соря Сура, Лена бот Лара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софи, Дворь бот Мирям, Моисей бен Ева, Ирина бот Дворра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Моэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фера бот Анна, Геннадий бен Елена, Ольга бот Светлана, Йосиф Дан бен Царов, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бот Берта, Ася бот Года, Марк бен Нина, Ира бот Вера, Лер бен Клара, Рафаэль бен Клара, Схана Цепора бот Сара, Ида бен Хая Авива, Мазл Бороза Сгулла, Ирина Батури, Арон Оре бен Ури, За хороший дух Оре бен Двор, Радис бен Ахума бхага бот Сара, Хана бот Аврагам, Парна Сайбрюд, Владимир бен Рая, Марина бет Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем желаю крепчайшего здоровья, И до следующей встречи, Надеюсь, настоится завтра, 15.30, Шалом!